Совершенствование системы набора персонала, разработка и внедрение новых концепций и методов работы с сотрудниками. Эти задачи сегодня в приоритете работы белорусских пограничных структур. Развиваются новые технологии, усложняются схемы махинаций и афер. Как следствие, пограничнику необходимы особые навыки и умения, знания и опыт, чтобы предотвратить вышеперечисленное. Проведение семинара «Передовой опыт и практика Европейского Союза» в сфере набора, подготовки и обучения пограничного персонала стала одним из первых совместных образовательных мероприятий представителей Беларуси и Евросоюза в рамках проекта международной технической помощи «Амбел». Данная инициатива Европейского Союза реализуется дальше в помощи органам пограничной службы в реформировании данной службы в соответствии с европейскими стандартами. Проект, зарегистрированный осенью прошлого года, финансируется из средств также Госпогранкомитета и других международных организаций. Общий бюджет составляет 2,2 миллиона евро. Белорусская пограничная структура прошла большое постановление и сегодня считается одной из наиболее системных, структурированных и разработанных. Новая технология плюс передовой опыт белорусских пограничников интересен и европейским партнерам. Но не стоит забывать, что границы существуют не с одной стороны. И от того, насколько слаженно и эффективно будут работать пограничные структуры двух государств, зависит безопасность этих стран. Проект «Амбел» призван не только повысить профессиональный уровень сотрудников пограничных структур, но и способствовать качественному взаимодействию и интеграции передовых технологий и разработок. Мне очень всегда приятно быть здесь, в Белоруссии, потому что и общаться с профессионалами этой работы. Действительно, это профессиональная служба, но, я говорю, процесс улучшения работы, он никогда не останавливается и всегда есть где-то что-то можно улучшать. В том, что цикл образовательных семинаров будет полезен белорусской стороне, сомневаться не приходится. Проект направлен на повышение потенциала Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в сфере противодействия нелегальной миграции, на борьбу с нарушителями рубежей, на совершенствование обучения будущих пограничников и действующих офицеров. Главное в этом деле не останавливаться, тогда и граница будет под замком. Любое такое мероприятие, которое проводится в рамках проекта международной технической помощи, позволяет нам увидеть подходы, которые присутствуют в государствах Европейского Союза, узнать для себя много нового, сравнить с тем, что имеется у нас, и выработать для себя лично и для наших органов пограничной службы какие-то новые подходы. Анастасия Назринплотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания МБУК-ТВ.